В Украине уже работают польские зенитно-ракетные комплексы С-125 Нива-СЦ. Польша стремится к полной модернизации своей противовоздушной обороны и усилению ПВО с использованием новейших комплексов средней дальности. Для достижения этой цели польские власти планируют приобрести 23 батареи новейших ЗРК и готовы выделить на это около 8 миллиардов долларов. Инспекторат вооружения Минобороны Польши определил финалиста программы по созданию нового зенитно-ракетного комплекса средней дальности, и победителем этого конкурса стал британский филиал компании MBDA, предложивший полякам наиболее экономически выгодное предложение. Морально же устаревшие польские зенитно-ракетные комплексы С-125 Нива-СЦ были переданы в Украину еще летом 2022 года. Что же такое ЗРК С-125 Нива-СЦ? С-125 Нива-СЦ, Систем-Цифрови, цифровая система, это польская модернизация советского зенитно-ракетного комплекса 60-х годов С-125 Нива-М. Систему разрабатывали для борьбы с маловысотными пилотируемыми и беспилотными аэродинамическими целями в диапазоне высот от 20 до 18 тысяч метров и на дальностях от 3,5 до 25 километров. Комплекс проходил двухэтапную модернизацию в рамках принятой в конце 90-х годов правительством Польши концепции развития вооруженных сил до 2012 года. Первый этап модернизации Нивы состоялся в 1992 году. Тогда пусковую установку установили на шасси танка Т-55, а входящую в состав ЗРК антенную систему разместили на колесное шасси от ракетной системы СКАД типа МАС. Такое решение сделало комплекс самоходным и значительно увеличивало его мобильность. Следующий этап модернизации начался в 1996 году. После него в комплексе Нива заменено почти все, кроме ракет. В новом комплексе встроены два процессора обработки информации о курсе цели и ракет. Их вычислительная способность позволяет выявить воздушную цель в сложных радиолокационных условиях. Модернизация позволила повысить дальность обнаружения целей. Дальность поражения осталась неизменной, поскольку она определяется мощностью двигательной установки ракеты, а она не модернизировалась. В старой Ниве аппаратура приема-передачи занимала более 10 шкафов. После модернизации она занимает всего 1 кубический метр. Изменена система индикации, 4 монитора, необходимые оператором сопровождения цели, заменены на один. На нем в цифровом виде отображается информация как по радиолокационному, так и по телевизионному каналам. На мониторе офицера наведения наложен дополнительный экран с возможностью переключения режимов отображения. Упрощен выбор режима работы радиолокационных средств при борьбе с помехами. После модернизации штат расчета ЗРК уменьшился в половину. Нива-СЦ получает информацию о воздушной обстановке на дальности до 300 км со станции разведки Нурпольского производства, принадлежащего третьему поколению. Выросла эффективность и темп стрельбы комплекса. Модернизация позволила сократить количество пусковых установок в дивизионе с 4 до 3, по 4 боеготовых ракеты, и одновременно увеличить количество перевозимых ракет до 8. Достигнуто понижение количества транспортных средств ЗРК до 11. Новая Нива более устойчива к препятствиям, и на правах первой собственной ЗРК получила собственную систему распознавания госпринадлежности, производимую по лицензии Томссон-ССФ. Компьютеризация и упрощение обслуживания позволили снизить состав боевого расчета ЗРК.